Привет, меня зовут Виктор Шеленченко. Я в прошлом редактор в студии озвучивания научных видео Easy Science. Может, когда-нибудь видели наши видосы, там, Star Wars с точки зрения науки, Игры престолов с точки зрения науки, там, ну, в общем, переводили. Было весело. Сегодня у нас совсем мало времени, поэтому попытаюсь вам обзорно так быстренько пройтись по основным пищевым страхам, про пищевую химию, все эти Е-добавки и прочее. Значит так, химия, которую мы едим, начнем с небольшого интерактива. Сейчас нужно будет поднимать руки. Пожалуйста, поднимите руки те, кто думает, что в питьевом йогурте очень-очень много химии. Если вам это важно, на сзади, наоборот, есть пищевая добавка Е300. Так, есть такие люди, хорошо. Обыкновенные апельсин с комаровки. Есть ли там химия? Вот, скомаровки есть, да? Ладно, хорошо, из сада вашей бабушки тоже есть, да? Хорошо, причем больше, чем йогурт, я полагаю, судя по количеству политых рук. И это, кстати, во-первых, рекомендую, это чувак, который обозревает быстрые макароны на ютубе, просто огненный. Да, ведь это бомж-пакет, так называемый. А есть ли там химия? Ясно. А теперь поднимите, пожалуйста, руки те, кто поднимал руку все три раза и при этом не видел эту реакцию на ютубе. Кто-то был. В общем, да, вы абсолютно правы. На самом деле, химия вообще везде вокруг. Все, что вы видите вокруг состоит из химии. И даже большую сюрприз вот в этом. Вот парни из Митерия, там тоже очень-очень много химии. Если быть точнее, то вот эта схема человеческого метаболизма, это химические реакции, которые происходят в вас сейчас, в данный момент. Вот, она уже давным-давно раскрыта. Если хотите, потом могу скинуть в паблик, посмотрите подробно. Очень круто. И как бы получается тогда, что если мы говорим химическая еда, да, то это, ну, не совсем верно, потому что вся еда, она химическая. Тут, возможно, кто-то может возразить. Эй, я имел в виду, натуральная еда – это та, которая с огородика. А химическая – это вот то ужасное, что я купил в соседях, где сзади вот текенский состав. Ну, давайте тогда дальше разбираться, откуда берется еда с огородика. Вот эти вот все сорта. Ну, по сути, благодаря эволюции. Но на службе ли у человека эволюция? Смотрите, не совсем так, да. Вот у огурца есть такие вот пупырышки. В этих пупырышках находится корметоцин. Это очень страшный яд для любого насекомого. И просто нам очень-очень сильно повезло, что он под наш метаболизм не подходит. Так бы человек бы тоже очень успешно травился. И, на самом деле, есть примеры растений, которые человека травят. Я думаю, вы все такие знаете. Просто нам повезло, что какие-то мы можем есть. Но если вообще, в принципе, говорить о том, что мы едим, а так называемые натуральные еды с огорода, то все вот эти вот сорта помидор, огурцов и редисы и всего прочего такого, они, по сути, не были получены эволюционным путем как таковым. Они были получены благодаря селекции. Что такое селекция? Представьте, что у вас есть помидоры, они вот такие, да? А вам нужно вот такие получить. И как это сделать? Ну вот надо. Вы высаживаете их на огородик, приходите, отбираете те, которые побольше. На следующий раз их высаживаете, отбираете те, которые побольше. И так итерации 300 до тех пор, пока у вас не получится вот текенские помидоры. Так работает селекция. Так она работала давным-давно. Согласитесь, это долго. Этот процесс лучше как-то попытаться ускорить. Для того, чтобы ускорить, нужно ускорить количество мутаций, которые происходят постоянно в генах, в данном случае помидор. Как это сделать? Ну, можно полить их жидкостью, сильным мутагеном, что постоянно и происходит. Например, так получаем новые сорта. Или вот любимый мой клевый пример. Смотрите, вот тут в центре это ядерный изотоп. Вот здесь вот это разные сельскохозяйственные культуры, и они защищены стенками бетонными, бетонно-свинцевыми с различной степенью проницаемости. Ядерный изотоп с различной степенью воздействует на все эти растения, тем самым ускоряет там мутации. Потом приходят селекционеры, смотрят, о, прикольный большой помидор, давайте его посадим и продадим вам. И, кстати, как думаете, если хотя бы на одном помидоре наклейка получен путем радиоактивной селекции? Видели такое? Нет, их нету, конечно. Зато есть наклейки без БМО, но об этом мы чуть попозже поговорим. Да, помидорки получаются как бы из Чернобыля. И тут возникает вопрос, типа, ну блин, а вот что делать, если мы вообще в принципе не можем, например, получить какое-то растение, которое было бы устойчиво к грибкам путем селекции? Потому что, ну, это такое воздействие на случайность. То есть нам нужно будет очень-очень долго их высаживать, прежде чем мы получим мутацию, которая позволит растению справляться с грибком. Мы можем его добавить искусственно, химически. То есть самое вот Е-добавкой получается. Вообще, что такое Е? Е – это Европиниан, это список пищевых добавок, список всего, что можно добавлять в пищу, которая записана в так называемом кодексе Алиментариум. Это к нам пришло уже из Австро-Венгрии, сейчас в Европейском Союзе активно используется. То есть, по сути, это список всего, что можно добавить в еду с разрешенными концентрациями и пропорциями. Ну вот откуда вот эти вот все добавки вообще, в принципе, взялись? То есть, ну, возможно, кто-то думает, что есть какие-то такие страшные, злые ученые, которые только тем и занимаются, что вот в пробирках получают какую-то новую хрень, которую потом назовут Е-628 и положат в ваш йогурт. Но на самом деле нет. По сути, все вот эти вот добавки, они имеют натуральное происхождение. Если говорить об ароматизаторах, которые, кстати, не входят в перечень Е, но тем не менее тоже являются добавкой. Если говорить о ароматизаторах, ароматизаторы есть трех видов. Может, кто-нибудь знает, какие? Нет, они есть ненатуральные, натуральные и идентичные натуральные. Совершенно верно. Что такое ненатуральные? Кто-нибудь может привести пример ненатурального ароматизатора? Ну так, как вам кажется? Ванилин. Совершенно верно, ванилин. Или вот, например, вкус жареного кофе. Вкус жареного кофе для природы и запах, для природы это вообще вещи абсолютно неестественные. В природе, в живой, ну, кофе в жареном виде нигде не встречается. Кофе нашел человек, пожарил, тем самым получил запах жареного кофе. Ну, правда, чуть попозже научился его отделять от кофе, но тем не менее. Вообще, в принципе, если говорить об вот этих вот ароматизаторах, да, аромат, то есть, в принципе, когда мы, например, нюхаем помидор, да, мы нюхаем не помидор, мы нюхаем некое вещество, которое от помидора отделяется. И такое же вещество может отделяться еще, в принципе, от других вещей. Вот, например, амиловый эфир, муравийные кислоты. Как думаете, что это за запах? Вы все его нюхали много раз. Кому-то он наверняка нравится. Мне вот очень сильно. Это запах вишни. Вишня пахнет этим эфиром. И еще есть, кстати, вещи, которые тоже пахнут этим эфиром. То есть, по сути, мы, причем они имеют не такую сложную структуру. Мы можем их взять, посмотреть, как они делаются, и синтезировать потом. То есть, натуральный ароматизатор, да, это тот ароматизатор, который вот вы взяли клубнику, сделали там вот из нее какую-то там выжимку, вот, получили ароматизатор натуральной клубники. Почему это не очень хорошо? Потому что, если бы мы всегда получили натуральный ароматизатор, у нас бы не осталось клубники, в принципе, на планете. Она бы вся пошла на ароматизатор, и клубники немного. Тогда бы она очень дорого стоила. И какие-нибудь йогурты с маракуйя, извиняюсь, они бы стоили там долларов по 300, наверное, и мы получали бы их на день рождения, скорее всего, в подарок, как что-то такое супраэксклюзивное. А так мы можем посмотреть, из чего состоит тот рейной эфир, и заставить бактерии его синтезировать. И по своей химической структуре он будет идентичен тому, который мы получили из клубники. То есть, он абсолютно точно такой же, просто получен из других каких-то источников. Теперь, если так дальше быстренько по пищевым добавкам, есть такие пищевые добавки, как заменители сахара. Зачем они, в принципе, нужны? Ну, во-первых, есть люди, которые болеют сахарным диабетом, которым сахар, в принципе, не очень можно. Во-вторых, есть люди, которые, в принципе, следят за своими калориями. Да, в принципе, большое количество сахара довольно-таки вредная штука. Вот. И есть такой заменитель сахара, он называется аспартам. Почему я его сюда взял? Во-первых, потому что, скорее всего, все мы его пробовали, он содержится в коле здоровья и в коле лайт. А во-вторых, потому что я про него, как только я загуглил аспартам, я нашел столько про него чудесных историй, что просто, ну вот, понял, что это мой клиент, и про него нужно рассказывать. Почему вообще люди говорят, что, мол, он вреден? Потому что в процессе метаболизации он распадается на метанол. То есть у вас в организме будет какое-то небольшое количество метилового метанола. Метанол очень вреден, он приводит к слепоте, и вот все вот эти истории с боярышником из России, если слышали они все из-за метанола. В общем, его лучше не пить. Но проблема в том, что метанола там получается столько, ну вот, настолько мало, и он так быстро выводится, что если вы посмотрите на эту вот табличку, то как у кола-зеро, она там снизу. А количество метанола, которое вы получите, употребляя томатный сок, шпинат, морковный, арбузный, считаю, снизу вверх, апельсиновый, лимонный, ананасовый, яблочный, будет гораздо выше. И при этом это тоже, это не значит, что яблочный сок в разы вреднее, чем кола-зеро. Это просто, ну, это значит, что и там, и там вы получите незначительную дозу метанола, и это не страшно, наш организм умеет выводить метанол. Есть еще такая клевая, замечательная история, я читал даже в каком-то более-менее приличном, ну, приличном журнале, типа «Здоровье», там, в котором говорили то, что вот, мол, мы едим сахзам, наш мозг, он как бы думает, что, блин, это же сладкое. И, ну, типа, вот он настолько глупый, что он начинает сразу же как-то хитро жир генерировать. И поэтому вот мы, мол, все сразу растолстеем. И даже есть такое исследование, которое показало, делали какие-то там опросы возле магазинов, и оказалось, что люди склонны к полноте, то что внезапно очень многие из них покупают колу-зеро. И из-за этого журналисты делают вывод, то что люди, которые пьют колу-зеро, но они полнеют. Вот смотрите график. Знаешь что-нибудь такое organic food? Да, это такая еда, которая продается в магазинах, да, за очень-очень-очень дорого, она типа как бы вообще без каких-либо добавок, без ничего, она портится очень быстро, там, как правило, нет консервантов, но стоит мега дорого. Экологи просто вот ее очень любят, точнее, экоактивисты, это важное отличие. Здесь график роста покупок, получается, оранжевые квадратики, это рост продаж той самой еды дорогой, органической, так называемой, и рост случаев аутизма. Обратите внимание, насколько они коррелируют. Можно ли на основании этого сделать вывод, то что либо аутизм вызывает желание купить органическую еду, либо аутисты покупают такую еду чаще? Конечно же нет, ну просто население растет, да, и вот так вот получилось, они скоррелировали. Это как бы к органической еде не относился, я не хочу так трактовать этот график, но тем не менее, если говорить про колу и полноту, то есть не в том дело, что кола вызывает полноту, в том дело то, что полные люди, как правило, хотят следить и есть меньше сахара, да, поэтому они выбирают колу-зеро, то есть дело в этом. И вот очень, кстати, важная здесь заметка, потому что если какие-то, да, если вам показывают какой-то график, на нем какие-то, что-то коррелирует, это не значит, что одно зависит от другого, как правило, совсем не значит, будьте осторожны с этим. Но тут, в принципе, и представлять не надо. Все именами любимый гутамат натрия, его все знают, да, цитата настоящая, кстати, обратите внимание, Елену Малышеву я особенно люблю, про него я слышал сотни и тысячи историй, на самом деле, кто мне может, давайте, на сегодня день интерактивов, кто мне может сказать, сколько у человека вкусов, сколько мы различаем вкусов, кто сказал пять, пять или шесть, почему вы не говорите четыре, обычно говорят четыре, и я такой, нет, пять, но на самом деле, да, правильно, пять, как вы можете обратить внимание, это основные вкусы, про которые нам рассказывали в школе, и не так давно ученые из Японии открыли еще один пятый вкус, так называемые его назвали вкус умами, и так получается, что это слово, как многие японские слова, не переводится на русский язык, но можно было бы сказать, что это мясной вкус, это вкус глутаминовой кислоты, то есть как он работает? Нам с вами нужен постоянный белок, белок состоит из аминокислот, самая распространенная аминокислота, глутаминовая, как только она начинает распадаться, она выделяет соль глутаминовой кислоты, эта соль глутаминовой кислоты обладает вот этим вот самым вкусом, мы, наш организм, мы пробуем что-то, что где есть белок, и наш организм дает нам сигнал, там белок, это вкусно, ешь немедленно, вот, собственно говоря, глутамат натрия, это и есть та самая соль глутаминовой кислоты, вот, и никакой на самом деле вкус она не усиливает, как говорят. Я часто встречал варианты, что можно и посыпать глутаматом вообще что угодно, шоколадку и вообще будет вот такая шоколадка. На самом деле это просто... Действительно, мы обманываем организм, когда пробуем глутамат, потому что, как правило, его могут насыпать в чипсы, где никакого белка в принципе никогда не лежало, ну чуть-чуть. Организм думает, что много, поэтому кажется, что вкусно. Это вот очень интересный график. На самом деле вот эта аминокислота глутаминовая, она встречается, как и сам глутамат натрия, она встречается много-много-много-много где, и в том числе в тех самых продуктах, которые мы с вами считаем безумно натуральными. Ну, например, сыр или помидоры или любое мясо, там дофига. И вот это вот так называемый график спелости. Чем спелее продукт, да, это касается ветчины, помидоров и прочего сыра, тем больше там глутамата натрия будет, и тем вкуснее он для нас. Это та самая норма суточного употребления глутамата, и эта цифра нам говорит о том, что, по сути, глутамат натрия это самая-самая-самая безопасная пищевая добавка. Знаете почему? Ну, потому что для того, чтобы нам съесть, вот это даже не смертельная доза, это норма так называемая. Если мы съедим LD50, это так называемая полусмертельная доза, то нам нужно будет съесть, ну, вот коробочку такой глутамата, есть его ложками в виде порошка, но это просто нереально. Кстати, у поваренной соли эта штука гораздо выше, то есть теоретически отравиться поваренной солью можно с гораздо большим успехом. Это содержание глутамата в тех или иных продуктах. Обратите внимание, насколько они превышают норму. Особенно вот на пармезан. И самое прикольное, если бы когда-нибудь, хоть где-нибудь нашелся хотя бы один маленький продуктик, типа чипсов, которые бы добавили вот столько глутамата, сколько в пармезан, ну, производители бы закрыли, скорее всего, в тюрьму, может быть даже расстреляли. Ну, пармезан никто не проверяет, это же натурально, там ничего не может быть плохого. И вот, кстати, на такие вот выпады отвечают некоторые ребята, что, мол, ну, есть же глутамат, который добавляют страшные ученые, да, есть глутамат натурального происхождения, который в помидоре был всегда. И вот они сильно отличаются. Один слева, второй справа. И самый-самый клевый опыт, когда бедных страшных мышек закормили глутаматом до того, что у них сетчатка отслоилась. Начала отслаиваться, они начали слепнуть. Но это были так называемые опыты по обнаружению той самой LD50, это полулетальная доза. Как это все? Ну, давайте сразу спойлер. Ученые, ребята жестокие, брали мышей, заталкивали им насильно в пищевод этот самый глутамат. То есть, вот их кормили глутаматом до тех пор, пока не выяснили, какая доза приводит к страшным последствиям. Так происходит со многими продуктами. Но, к сожалению, вот. Ну, почему мы мышей? Потому что на людях нельзя. Как бы кому-то, возможно, не хотелось бы. И, возможно, кто-то все равно скажет, блин, да, ну, что там эти чертовы добавки? Может быть, можно как-то вообще без них обойтись? Ну, в принципе, да, можно. Это, кстати, карта, где люди голодают. Сейчас, на данный момент, пока что она вот такая. Но это, наверное, на четырнадцатый год. Сейчас уже, возможно, похуже. Проблема в том, что людей становится больше. Еду для них производить все сложнее. И, в принципе, есть вот это, что, в принципе, нам позволило производить больше еды и, кстати, обойтись во многом без тех самых добавок. Кстати, кто-нибудь точно может сказать, как расшифровывается об этой аббревиатуре? Кто сказал «организмы»? И это совершенно правильный ответ, да. Ой, буква Е съехала. Прикольно, как бы. Ну, ладно. У нас тут просто была презентация, и мы там на лавочке пытались ее как-то скачать из ВКонтакте. Ну, да, на самом деле, действительно, вот многие ребята, которые, вот особенно, моя любимая категория людей, это активисты, которые, ну, такие плохие, знаете, в плохом смысле слова, которые всегда без разбора кричат то, что, насколько вот технологии это плохо. Я всегда у них спрашиваю «ты против ГМО?» Он говорит «да, скажи мне, как О расшифровывается». Он такой «ну, наверное, обработка». Ну, нет, не обработка, организмы. Ну, по сути, да, действительно, в каком-то смысле, это помидор с геном лосося. То есть, я не знаю, о чем сегодня рассказывал Саша Панчин, возможно, об этом, если вы слушали, поэтому я так пройдусь, мне с ним не тягаться, конечно. Ну, мы берем, смотрим у лосося, да, какой-то ген, который дает ему устойчивость к холоду. И мы хотим выращивать помидоры в холоде, поэтому мы берем у помидора, ну, включаем ген, который даст ему устойчивость к холоду. Все. В случае с селекцией у нас из-за случайных мутаций, ну, по сути, случайные мутации – это те самые включения и отключения, если грубо говорить, вот этих вот генов. Там мы получаем ген устойчивость к холоду, если получаем, и бонусом получаем еще там 50 каких-то странных свойств. Например, был момент, когда селекционерам дали задание изобрести такой офигенно красивый сорт картофеля, который бы в Америке очень сильно покупался. Они изобрели, он назывался Ленопе, и расходился только в путь. А потом оказалось то, что в нем десятки раз превышена норма солонина. И очень-очень много людей травилось, и никто не понимал, почему. И там пара человек даже умерло, насколько я помню. Но, тем не менее, никто не мог подумать, ну, как же это натуральный картофель с грядочки? Ну, как такое может быть? А вот эта вот штука, по сути, позволяет нам просто, ну, более точечно воздействовать на продукт. Один из таких самых интересных примеров – это золотой рис, который до сих пор нигде не выращивается, не пошел в продажу, но он имеется. В Китае есть фермеры, которые живут, ну, прямо скажем, очень бедно. И эти фермеры, у них самая распространенная болезнь – это слепота. Они слепнут, потому что питаются неразнообразно. У них не хватает витаминов и в их пищи, в основном они едят только рис. И вот ученые изобрели для них рис, который богат бета-каротином. То есть они, в принципе, ну, поэтому, кстати, он золотой. Не потому, что его для красоты покрасили в обычный эффект, такой забавный. Поэтому они могли бы его выращивать, есть и не слепнуть, что, я считаю, очень даже неплохо для китайских фермеров было бы, но нельзя, потому что, ну, ГМО же – это злоб. Вы знаете, гены, они… Самая клевая история, я слышал то, что гены, они могут встраиваться. То есть, вот вы съели помидор с геном лосося, а потом, ну, или стали лососем, или стали помидором, или стали помидором лососем. Я так и не понял. Но почему это не происходит, когда мы едим просто помидором лосось отдельно? Я не понимаю. Ну, вот, видимо, там что-то такое. При том, что, ну, это абсолютно не так работает. Да, похоже, немного на лекцию Панчил. Спасибо, что заметили. Вот. А это, в общем, были ребята, ну, есть ребята Monsanto, которые считаются такими самыми-самыми страшными адептами ГМО. Они производят, в основном, сейчас всю ГМО-продукцию, и они высадили генномодифицированную пшеницу на свои экспериментальные поля. Пришел Greenpeace ночью, обратите внимание, ну, они стримерами, да, с косами, они в костюмах химзащиты. У них там вот маски такие, ну, генномодифицированная пшеница, она прям вот может воздействовать на расстояние до вас, судя по всему, и нужна вот такая вот серьезная защита. Они все это нафиг выкосили. После этого, кстати, я занялся вопросом, что такое Greenpeace. Погуглите. Это, на самом деле, такая организация городских сумасшедших. Я думал, они серьезными делами занимаются. Оказывается, вот таким это много такого. Так что, ну, Greenpeace пора отправить, спросить свой двор, на самом деле, если честно. И можно было бы их, на самом деле, сравнить. Есть такие ребята, точнее, были такие ребята в Англии, когда была научно-техническая революция, когда, вы знаете, вот приходили станки, уходили рабочие, и ночью приходили такие ребята, и ломались станки, потому что, ну, эти станки, они забирают у людей работу. Так женщины там ткали, а так станок. Вот. Их звали Лудит, да, и Greenpeace примерно тем же самым занимаются, то есть они портят хорошие вещи. И да, конечно же, ГМО, оно может быть опасным, в принципе, если того захочет сам производитель. То есть мы, в принципе, можем заставить... Почему я все время привожу, к примеру, помидор? Ну, черта, помидор можем заставить, например, ботулотоксины вырабатывать, и тогда мы все отравимся. Но вопрос, зачем это производитель, если он хочет зарабатывать деньги много и долго. И если вы все равно боитесь, то ГМО-продукция проходит очень-очень много проверок для того, чтобы выпустить что-то. Даже не то, что в магазины на поле, нужно там десятки и сотни лабораторий обойти, а чтобы начать продавать, ну, сейчас почти нереально, а в Беларуси невозможно. Поэтому они проводят проверки... ГМО-продукция проходит проверки даже круче и сильнее, чем обычная продукция. И там такие проверки, что, честно говоря, обычная продукция, скорее бы, даже не прошла просто по нормоконтролю. Хотел бы вам сказать большое спасибо за внимание. Времени у меня реально больше нет, я уже перебрал на пару минут. И огромное спасибо Сергею Белкову, который разрешил мне использовать некоторые материалы для своей лекции, и не Саши Панчину, а Сергею Белкову. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ